Растения Венерина мухоловка, как и чем кормить? Венерина мухоловка, Диуайя мушепула, относится к категории платоядных растений, которые произрастают на территории торфанных болот. Посреди соснового бора в восточных регионах США, декоративная культура предпочитает территории с влажным и умеренным климатом. На фоне дефицита питательных элементов в грунте, которые необходимы для полноценного роста и развития, растение стало платоядным. Ниже можно ознакомиться с информацией, как вырастить экзотическую культуру в домашних условиях. Описание Мухоловка – растение, которое покорит сердце даже самых искушенных цветоводов. Дианея неядовитая. Ширина венерины мухоловки достигает 14-15 см. Листовые пластины располагаются в форме розеток вокруг подземных стеблей. На каждом кусте насчитывается приблизительно 5-7 листовых пластин, каждый из которых считается ловушкой для насекомых. На листовых пластинах можно отметить наличие шипов, расположенных вдоль наружного края каждого лепестка. В каждой ловушке есть волоски небольшого размера, выполняющие функции датчиков. Венерина мухоловка способна стать изюминкой любого интерьера. Когда дианея начинает цвести, раскрываются цветочки мелкого размера, напоминающие очертания звезды. После цветения формируются семечки, которые можно использовать с целью размножения мухоловки. Обратите внимание, продолжительность жизни каждого растения не превышает 6-7 лет. Одноразово, случайно коснувшись усика, добиться закрытия листовых пластин невозможно. Но как только насекомое дважды коснется с двум различным волоскам, ловушка за долю секунды захлопнется. При попадании насекомого в ловушку растение начинает выделять пищеварительные ферменты. В течение 14 дней происходит полное растворение добычи. Спустя указанный промежуток времени ловушка начинает раскрываться вновь, ожидая следующую жертву. Каждая из ловушек способна уничтожить 5-7 насекомых за свою жизнь. Разновидности мухоловки Среди наиболее популярных разновидностей венеренной мухоловки стоит выделить перечисленные ниже сорта. Крокодайль Декоративная культура с наличием ловушек, внутренние стороны которых окрашены в розовый цвет. Постепенно цветовая гамма внутренних лепестков сменяется и становится красной. Листовые пластины сорта крокодайли расположены горизонтально. Тритон Вид мухоловки, отличающийся необычными очертаниями ловушек. Лепестки у нее вытянуты, одна из их сторон разрезана. Зубчики, которые выглядят острыми, могут слипаться. Вырастить такое растение несложно. Дракула Сорт Внутренняя сторона ловушек у которого окрашена в красные тона. Зубчики на ловушках наделены от природы коротким размером. Вблизи основания листовых пластин расположены полоски красного оттенка. Дентинтрап Растение, диаметр которого не превышает 11-14 сантиметров. На каждой декоративной культуре способно сформироваться 7-12 ловушек. Растение зеленого цвета наделено от природы ловушками, внутренняя сторона которых окрашена в ярко-красную палитру. Листовые пластины с ловушками располагаются вертикально. Джейнт Разновидность венериной мухоловки с розетками зеленого цвета, формирующими ловушки крупного размера. Если расположить контейнеры с растениями в хорошо освещенной комнате, то ловушки приобретут ярко-багровый тон. Разнообразие сортов венериной мухоловки позволяет каждому выбрать растение по душе, как посадить венерину мухоловку из семян. Чтобы размножить мухоловку, дамаг цветоводы нередко используют семенной способ. Для ускорения процесса прорастания семенного материала требует перед высеванием провести процедуру холодной стратификации. С этой целью семечки, окрашенные в черный цвет, помещаются в контейнер с небольшим отрезком марли, который предварительно был смочен в фунгицидном растворе. Емкость переносится в холодильную камеру на 40-60 дней. На протяжении этого периода салфетка по мере необходимости смачивается повторно в растворе фунгицида. Как только время стратификации подойдет к концу, семечки можно высевать в емкости, которые следует заполнить грунтом, содержании которого есть небольшое количество мхосфагну и мапперлита, кокосового субстрата. Семечки сажают в грунтовую смесь и присыпают небольшим слоем песка. Контейнер накрывается отрезком стекла и переносится в помещение, температура в котором находится в пределах 26-28 градусов Цельсия. Процесс прорастания семян мухоловки может длиться 14-30 дней. Как только на ростках сформируется первая пара листочков, стекло с контейнера можно снимать. Спустя 30 дней и после этого, молодые растения пересаживаются по отдельным емкостям. Обратите внимание, грунт в емкости с саженцами увлажняется с помощью пульверизатора, который наполнен дистиллированной водой. Растение мухоловка Уход в домашних условиях Чтобы вырастить здоровую венерину мухоловку, рекомендуется придерживаться советов специалистов относительно ухода за хищником. Ниже представлена подробная информация о том, как ухаживать за мухоловкой. Освещение горшки с цветами должны быть расположены в помещении, которое хорошо освещается солнечными лучами. В особо знойные летние дни целесообразно прикрывать растения мордливым отрезком от попадания прямых солнечных лучей. Зимой рекомендуется проводить досвечивание. Для этих целей можно приобрести луминесцентные лампы. В период активного роста продолжительность цветового дня должна достигать 16 часов. Для справки, если декоративной культуре подходит уровень освещения, то внутренняя часть ловушек приобретет яркий оттенок. Температурный режим и влажность температуры помещений, в котором расположены цветы мухоловки, должна находиться в пределах 24-27 градусов С. Приветствуются систематические проветривания комнаты, однако при этом важно предотвратить появление сквозняков. Уровень влажности помещений должен достигать 70%. Если воздух в комнатных условиях более сухой, важно позаботиться о распылении воды вблизи места, где стоят горшки с мухоловкой. Правильный уход за растением позволит вырастить здоровые кусты. Полив грунт в контейнерах должен быть расстоянно влажным. Желательно увлажнять землю снизу. Если проигнорировать эту рекомендацию, можно спровоцировать уплотнение почвы, что станет причиной недостатка кислорода в области корневой системы. Емкости с экзотической культурой выставляются на поддоны, которые наполнены водой. Очень важно, чтобы водоотводные отверстия емкости были покрыты жидкостью. Удобрение и кормление цветок мухоловка питается насекомыми. Во внесении подкормок в грунтовую смесь растения не нуждается. Опытные цветоводы советуют воздержаться от желания кормить декоративную культуру дождевыми червями, жуками, отличающимися наличием твердой хитиновой оболочки, грызунами, способными нанести вред многолетнику. Чтобы избежать загнивания экзотического друга, не стоит размещать в ловушке кусочки мяса или колбасы. Для кормления мухоловки целесообразно использовать мух, комаров и пауков небольшого размера. Питаться дионея хочет не так уж и часто. Кормление недопустимо в ряде случаев, первый месяц после пересадки, в случае болезни и при отсутствии должного освещения. Важно! Период голодания должен длиться с октября до марта. Пересадка Опытные цветоводы рекомендуют проводить пересадку кустов каждые два года. Лучше всего проводить процесс в весенние месяцы. Емкости для посадки дионеи должны быть достаточно глубокими. Длина корневой системы достигает 20-22 сантиметра. Корни растения достаточно хрупкие, поэтому важно соблюдать осторожность в процессе работы, пошаговый процесс который описал ниже. Цветы вынимаются из емкости. Корневая система растения освобождается от старой земли. Листовые пластины аккуратно промываются. В контейнеры засыпается грунтовая смесь, в состав которой входит кварцевый песок, предварительно вымоченный в дистиллированной воде перлит и торф. В грунте вырываются лунки и корневая система декоративной культуры углубляется в ямки. Образовавшиеся пустоты в лунках заполняются грунтом. Емкость переносится в хорошо освещенное помещение. Важно систематически увлажнять почву на протяжении пяти недель после пересадки. Ловушка дионеи муха внутри цветения венериной мухоловки. Период цветения мухоловки начинается в конце весны. На кустах формируются длинные цветоносы, верхние части которых расположены соцветия. Цветы белого оттенка наделены от природы приятным сладковатым ароматом. Период цветения длится 10-15 дней. В случае, когда семена мухоловки собирать нет необходимости, бутончики можно срезать до момента их раскрытия, так как цветение забирает все силы у дионеи. А это становится причиной замедления роста. Размножение. Размножаться дионеи может несколькими способами. Ниже представлена информация о пошаговом процессе каждого метода размножения. Семенной метод. Пошаговый процесс размножения семенами. Семенной материал аккуратно углубляется на 1 мм. Грунтовую смесь в состав, который входит в мох с фагнум, кварцевый песок и торф. Семя присыпается небольшим слоем песка. Грунт увлажняется с помощью пульверизатора. Емкость накрывается отрезком стекла и выносится в хорошо освещенное солнечными лучами помещение, температура в котором достигает 27-28 градусов Цельсия. Почва систематически увлажняется, а стекло снимается на 5-10 минут в день с целью проветривания. Как только высота появившихся сеянцев достигнет 7,5-8 см, можно распекировать их по отдельным горшкам. Размножение листовыми черенками Чтобы размножить растения данным способом, потребуется отрезать листовую пластину от взрослого куста. Область среза обрабатывается корневином. Получившиеся черенки высаживаются в горшки, заполненные субстратом, состоящим из кварцевого песка и торфа. Контейнер накрывается слоем стекла. Спустя 2-3 месяца у черенков сформируется корневая система. Дальше культура будет расти намного быстрее. Дианея – изысканное растение, способное украсить любое помещение деления куста. В период пересадки декоративной культуры можно воспользоваться методом деления куста. Дианея мухоловка вынимается из старой емкости. Корневая система освобождается от грунтовой смеси. Дочерние розетки отделяют от взрослых растений. Деленки рассаживаются по разным горшкам, которые переносятся в помещение с рассеянным освещением до момента полного их приживания в новом контейнере. Проблемы выращивания Обеспечив цветам правильный уход, можно избежать большинства проблем, которые возникают при выращивании мухоловки. Ниже можно ознакомиться с наиболее распространенными проблемами, с которыми может столкнуться цветовод. Правильный уход позволит избежать возникновения грибковых заболеваний насекомо-одные растения, не подверженные нашествиям вредителей. Однако в некоторых случаях навредить насаждением может ля паутинный клещ и мучнистый червец. Чтобы справиться с вредоносными насекомыми, целесообразно провести обработку мухоловки инсектицидным средством. Внимание! На фоне сильного переувлажнения грунта могут возникнуть грибковые патологии по типу серы, гнили и черного сажистого грибка. Справиться с ситуацией можно путем проведения обработки декоративной культурой фунгицидным препаратом. Выращивать винирину мухоловку очень интересно не только новичкам, но и опытным цветоводам. Растение требует правильного ухода, который не доставляет больших хлопот. Взамен очаровательный хищный цветок мухоловка будет радовать красивым цветением и особенностей избавляя территорию от надоедливых мух и пауков.